Привет! В разгаре лета и к нам на передачу поступило сразу несколько вопросов на одну и ту же тему. О наших полосатых друзьях, но не тиграх, пчелах. В сегодняшнем выпуске мы с вами узнаем, почему пчелы живут в ульях, зачем им нужен мед, зачем им жало. Итак, почему пчелы живут в ульях? Интересно, что думают об этом люди? Потому что им нравится, что за ними ухаживают. Мой сын всегда говорил, что они живут там потому, что собирается вся семья и у них много друзей. Я думаю, что жить же им нужно где-то, и мед складывать где-то, они же должны где-то зимовать. Потому что им тепло, уютно, им там нравится. Ну, в принципе, а почему они живут, скорее всего, это удобно для них. Да, непросто разобраться. Похоже, нам придется обратиться за помощью к специалисту. Я уверена, что если куда-нибудь ехать, рано или поздно упрешься в пасеку. Туда мы и направимся. Вот мы и добрались до настоящей пасеки. Хозяин здесь Николай Васильевич. Итак, мы с вами начнем разбираться в непростой пчелиной жизни. Пчелы живут большими колониями. У каждой есть своя функция, свои обязанности, чтобы обеспечить выживание всех. Конечно, для сбора меда удобнее построить пчелу-мульи, внутри которых они сделают соты и будут носить туда мед. Наполненные медом соты пчеловод вытащит, оставив достаточно меда в ульях, чтобы пчелы могли питаться зимой. Создавать идеальные условия содержания пчел – это прямая обязанность пчеловода. И потому, что только в таких условиях раскроются в полной мере все генетические задатки пчелиной семьи. Наш первый вопрос по поводу этого удивительного микрорайона. Как вам удалось поселить туда пчел? Как вы распределили их по своим домикам? Управляете ли вы этой жилплощадью? Иными словами, почему пчелы живут в ульях? Пчелы живут в ульях, потому что мы их посадили туда. Когда пчелы роятся, рой прививается где-то поблизости от улья, и мы собираем роевню и поселяем их в любые ульи. А как вы узнаете, что семья будет роиться? Мы это визуально наблюдаем. Пчелы шумом вылетают, вьются над ульем, и где-то рядом прививаются. То есть прививаются, они просто садятся где-то на дереве? На дерево, на кустарник, могут быть и на низком кустарнике, и на кусту смородиной, но обычно на высоких ветвях. И как их собрать оттуда? Очень просто. Берется роевня, подводится под рой роевня, стряхивается, роевня вешается на место роения, и пчелы собирают за роевню. И после этого их можно заселять в новые ульи? Немного выдержать, чтобы они остыли, чтобы у них пропал роевой пыл. И мы стряхиваем этих пчел то ли в слабую семью, то ли делаем новую семью. И пчелы начинают входить в ритм жизни, создается единая семья. Значит, пчелиной семье в улье хорошо, рядом с опытным пчеловодом. Да, только тогда, когда пчеловод знает состояние пчелиной семьи, будет результат. Для производства меда пчелы собирают нектар с цветов. Нектар содержит много воды, и пчелам нужно потрудиться, чтобы высушить его. Удаление лишней воды из нектара достигается испарением, которое возникает благодаря теплу и правильной вентиляции в улье. И еще пчелы добавляют в мед ферменты из своих собственных тел, чтобы превратить нектар в еду и не дать ему испортиться. Мед пчелы складывают в соты для созревания. Во время созревания молодые пчелы несколько раз перекладывают нектар из одних ячеек в другие, каждый раз добавляя при этом свою слюну. Возревание меда длится около 10 дней. После того, как мед готов, пчела запечатывает ячейку тонким слоем воска для предотвращения его брожения. Николай Васильевич, вот мы и подобрались ко второму вопросу. Зачем пчелам нужен мед? Ведь не для нас же людей они его делают. Да, в природе это так, не для нас. Пчелы готовят прежде всего для себя. Основа жизни пчелиной семьи – это мед. Потребляя мед, пчелы двигаются, работают, летают. Все кормятся медом. В зимнее время мед приобретает еще большее значение. Поедая мед, в зависимости от окружающей температуры, пчелы выделяют тепло и этим сохраняют свою жизнь для нового сезона. А как же так получается, когда человек забирает часть меда у пчел, им остается чем питаться? Как человек узнает, сколько меда взять, а сколько оставить? Если пчеловод не жадный, он оставляет мед пчелам, то есть не трогает то, что находится в гнездовом отделении. Берет только тот мед, который называется товарным. Ну а если мед забрал не пчеловод, а если выдалось такое лето, было мало растений, мало цветения, и пчелы собрали очень мало меда. Вот я слышала, что иногда пчелы собирают не мед, а нектар после некоторых насекомых. Тлилист, обложки. Они могут потом им питаться зимой? Всякой природе бывает. Бывает лето не такое щедрое на цветы, на медосбор. То это, скорее всего, падевый мед. Ну, он тоже, как говорится, присутствует в улье в этом случае, но нежелательно, потому что пчелы на падевом меде зимуют очень плохо. А человеку этот мед потреблять можно? Человеку можно. Человек вполне осваивает этот мед, вполне он и приводен в пищу. Спасибо большое, Николай Васильевич. Вот мы и поняли, зачем пчелам нужен мед. Для счастливой и теплой зимовки, для продолжения рода и долгих-долгих сезонов впереди. Жало служит пчеле для защиты. Оно представляет собой иглу, усеянную шипами, от которой идет трубочка к мешочку с ядом. Жало пчелы довольно опасное оружие, но пчела использует его лишь в самых крайних случаях. Ведь у жалев она погибает. А происходит это, потому что жало углубляется в тело человека или животного, и там застревает из-за зазубринок, которыми оно усеяно. Вытащить его обратно пчела не может. Оно отрывается от ее тела вместе с частью внутренних органов. Николай Васильевич, получается, что жало служит пчеле защитой. Но ведь не от человека. Мы же уже знаем, что человек заинтересован не обижать пчел. А какие еще есть враги у пчел? Зачем же им все-таки жало? Это единственная у них возможность защитить себя. От всех и от человека, тем более. Если он не аккуратен в своей работе, если он не осторожен, если он возле улья, так сказать, создает для них неприятный фон, шум, то пчелы, естественно, на это реагируют и применяют жало. А в остальных случаях защищает свою семью пчела из себя от всякого рода насекомых, других живых существ. Допустим, против тех же пчел, которые пытаются, так сказать, перебраться в чужой улей и унести частичку меда. Так же против насекомых, так же против грызунов. Допустим, мышь, если проникла в улей, они ее в конце концов заставляют затихнуть. Видимо, она погибает. И они ее как бы бальзамируют. Мышь лежит, заделанная прополисом. Пчеловод только остается взять скребок, соскоблить ее и выкинуть, чтобы ее не было в улье. Так же и от ос. То есть жалом пчела может проколоть хитиновый панцирь другого насекомого? Да, равная себе по размеру. Вот не знаю только шерчни, как они смогут или нет. Потому что я не видел, чтобы шерчин проник в улей. Он вьется возле улья, пчелу схватит и улетает. Очень жалко. Мы не будем обижать пчел, мы будем с ними дружить и надеяться на большой урожай меда, обращаясь с ними бережно. Вот мы и разобрались в таких сложных и интересных вопросах. Расстаемся с вами ровно на неделю. Но чтобы не скучалось, вот вам задачка. Однажды Николай Васильевич заметил, что во время липового медосбора пчела вылетает из улья со скоростью 4 метра в секунду и возвращается обратно через 7 минут со скоростью 2 метра в секунду. На каком расстоянии от улья расположена липа, с которой пчела взяла мед? Учесть, что на сбор меда с липы во время одного полета пчела затрачивает 1 минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова